Действующая норма в законе Действующий закон телевидения и радиовещаний Вот такой телекоммуникационной услуги, которая названа в законе программная услуга Что такое программная услуга? Это формирование пакета телепрограммы и обеспечение абонентам возможности их просмотра на договорных началах При этом в конечном итоге закон не делает каких-либо специальных оговорок Относительно тех или иных технологических изысках, словах Которые у нас принято использовать в рамках экспертных дискуссий Но почему-то все забывают, что слова и IPTV или аббревиатуры IPTV и OTT В конечном итоге нигде на законодательном уровне не закреплены и не расшифрованы Потому что OTT это отдел транспорта и телекоммуникации Кто будет спорить с этой расшифровкой, может продискутировать IPTV могут тоже привести множество вариантов на тему расшифровки данной аббревиатуры Это я к тому, что у нас используется аббревиатура, нигде не закрепив, что это такое в законодательстве Так вот, возвращаясь к формулировке на сегодняшний день, имеющей место в нашем законе Это формирование пакетов телепрограммы и обеспечение абонентам возможности их просмотра на договорных обчалах В красном я выделил те слова, которые являются предопределяющими для того, чтобы отнести тот или иной вид деятельности к регулируемому данному закону деятельности Следующий слайд, пожалуйста Соответственно, из этого можно сделать вывод, что все провайдеры и операторы телекоммуникации Подчеркиваю, провайдеры и операторы телекоммуникации Эти понятия урегулированы и определены в законе о телекоммуникациях Совсем другом законе, не в законе о телевидении и радиоощрении Все провайдеры и операторы телекоммуникации, вне зависимости от технологической платформы, которую они используют Но, которая предоставляет абонентам возможность смотреть пакет телепрограмм Они обязаны иметь лицензию, выданную Национальным советом по телевидению и радиовещанию. То есть у них такая обязанность вроде бы как есть. Что происходит на практике? Что же такое лицензия? Лицензия – это документ государственного образца, выдаваемый Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, удостоверяющий право лицензиата оказывать программные услуги с использованием ресурсов многоканальных сетей. Слово «многоканальные сети» тоже имеет множество значений, но в конечном итоге это есть совокупность оборудования и сооружений, которые обеспечат передачу на расстояние сигналов, знаков, несущих изображение, звук и так далее, информации. Так вот, лицензия – это документ, который в конечном итоге является тем, если хотите, разрешаю, документ, который свидетельствует о том, что государство разрешает заниматься тем или иным видом деятельности в данной ситуации, деятельности по предоставлению так называемой программной услуги всем операторам и провайдерам, которые действовали намного дольше, чем внедрен закон 2006 года. И занимались этой деятельностью намного раньше, чем закон был принят. До 2006 года такого понятия, как программная услуга, не существовало, хотя закон о телекоммуникациях, где как раз провайдеры и операторы были закреплены, был принят в 2003 году, то есть намного ранее, чем принят закон о телевидении и радиовещении. Кто же имеет право получить эту лицензию по действующему закону? Следующий слайд, пожалуйста. Имеют право получить субъекты хозяйствования, и это решение уже, это незаконно, это решение Национального совета 2979, имеющие целью предоставление программной услуги с использованием ресурсов многоканальных кабельных телесетей, типа IPTV, цифровых мультиплексов, DTH, сети операторов мобильной и интернет-связи. Как мы видим, в конечном итоге, с одной стороны, Национальный совет своим подзаконным нормативным документом хотел действительно описать все известные ему технологические платформы, для того, чтобы выровнять их всех в правах. То есть все, кто действительно хотел бы использовать практически там все известные или все часто употребляемые технологические платформы, все здесь описаны. В чем, так сказать, недолугость такого подхода? Недолугость такого подхода заключается в том, что в случае, если на тот момент никто не говорил ключевые слова «ОТИТИ», оно не попало в то решение. Соответственно, из-за этого возникает, с одной стороны, коллизия. Решение Национального совета, являющееся подзаконным актом, вдруг стало ограничивать технологические платформы, которые подлежат регулированию Национальным советом. Хотя закон такого технологического отличия не допускает. Ну, я в конце своего доклада расскажу, к чему это в конечном итоге приводит. Теперь следующий слайд. Вопрос, о котором уже отчасти сказал Александр Иванович в своем выступлении. То есть действительно очень важно различать, что такое медиа. А это есть не только, это есть прежде всего носитель информации или источник информации. И критерием отнесения к медиа является наличие редакторского контроля. Об этом тоже Диана в своей докладе говорила. Намерение действовать как медиа и распространение информации. Это самое главное. То есть я, как субъект хозяйственного, не хотел бы редактировать информацию, которую размещаю у себя. Намериваюсь действовать как медиа, то есть распространять эту информацию на неопределенный круг лиц. Или по подписке. Неважно, самая главная моя цель создавать информацию, редактировать и размещать, и распространять ее. Видим медиауслуг. Дальше говорилось о том, что в мире приняты линейные услуги, нелинейные. Диана более подробно об этом в своем докладе говорила. Но у нас такого понятия, как линейные и нелинейные медиауслуги, просто не существует в законодательстве. Более того, даже в экспертной среде, как правило, такие дискуссии не происходят. Новые СМИ. Дублирование традиционных телевизионных каналов, телевизионные ТВ в догонку или кетчап ТВ, электронные версии средств массовой информации, сервисы обмена видео. Пример я здесь привел, экс-куа, все слышали о тех громких событиях, происходивших весной текущего года. Видео на заказ, видео на корпоративных сайтах, что тоже указывала Диана как пример. Дистанционное обучение и консультирование, особенно с учетом вновь принимаемых сейчас Министерством охраны здоровья, программ относительно дистанционного получения консультации врача. Почему это не медиа? Лотереи, разные развлечения, видеоконференции, в том числе внутри корпораций и видео в социальных сетях. Все это относится действительно к новым средствам массовой информации. Ну отнюдь, то есть оно априори мы называем медиа, но все-таки это средства массовой информации. Это не сервис и не среда, которая не распространяется. Следующий слайд. А вот что же такое новые сервисы? То есть вместе с новыми СМИ начнут и новые сервисы. Это другая составляющая. Соответственно, растет уровень распространения контента при снижении стоимости на его производство технические требования. Это предопределяющий фактор, который заставляет развивать и сервис, или услуги, при помощи которых новые СМИ получают доступ к своему телезрителю, абоненту и потребителю. Что характерно, это высокий уровень интерактивности и вовлечение пользователей в создание распространения контента, разрушение границ между частной и публичной коммуникацией. В этом случае, безусловно, будущее, в том числе так называемого традиционного на сегодняшний день телевидения, все видят в его интерактивности. Когда, как сейчас при помощи СМС, или, как предполагается в будущем, при помощи нажатия кнопок, люди будут предопределять сценарий и дальнейший ход того или иного шоу, или даже фильма. Эти возможности в новых сервисах существенно увеличились после того, как распространение широкополосного доступа в интернет стало занимать не один процент, как раньше, а намного больше и существенную долю в общем объеме услуг интернета, предоставленных той или иной стране. На сегодняшний день, несмотря на то, что Международный союз электросвязей относит нашу страну к развивающейся стране и считает, что у нас около 8% всего распространения интернет, на самом деле, по тем исследованиям, которые опубликованы различными маркетингами и исследовательскими компаниями, уровень распространения интернет и высокоскоростного интернета в нашей стране на сегодняшний день уже является средним среди восточноевропейских стран и даже западноевропейских стран. То есть у нас уровень распространения высокоскоростного интернет в больших городах достигает тех же самых порогов, которые есть в столицах как минимум всех наших соседей, как на Востоке, так и на Западе. И исходя из этого, безусловно, это в конечном итоге существенно увеличивает возможности для создания новых СМИ. Но, как я уже сказал, после того, как распространение высокоскоростного интернета стало получать все более и более широкое развитие, соответственно, стали возникать сервисы. И вот сервисы, в отличие от медиа, это как раз есть услуга, то есть это продукт деятельности провайдеров и операторов. В частности, это OTT-сервисы, о которых мы говорим, когда в конечном итоге предоставляется услуга в виде возможности смотреть заказанный пакет, в том числе телевизионных программ, в любом месте, где бы ни находился пользователь при условии подключения к интернету. Вот что такое OTT. OTT, и это сервис, это не платформа, это бизнес-процесс. OTT, IPTV, это как раз в конечном итоге технологическая платформа, шифрование сигнала, но чем она отличается от аналоговой технологии или от DVB-C, DVB-S, DVB-T, в конечном итоге, наверное, ни один из специалистов не скажет. Он скажет, все это цифровые технологии, поэтому это сервис, но не более того, точнее, это технология предоставления сервиса, но не более того. Wi-Fi в 100% это есть беспроводная технология предоставления услуги, опять же, доступа в интернет или доступа к контенту, но никоим образом не является медиа. 3G, 4G, это все поколение мобильного стандарта передачи данных, LTE, что это и есть 4G, LTE это одно и то же, и EPIG. 4G, электронный программный гид, я тоже буду употреблять непонятные для всех аббревиатуры, это в конечном итоге есть способ, если хотите, или сервис, или удобство, а до точности, это действительно услуга, которая в конечном итоге предусматривает на сегодняшний день возможность смотреть анонсы и расписание передач на том или ином средстве массовой информации. Следующий слайд. И на фоне развития как сервисов, так и медиа или СМИ, естественно, о чем Диана уже говорила, возникает новое регулирование, попытки этого нового регулирования сейчас, точнее, существенных изменений в области нового регулирования происходит в Европе. Мы пока что смотрим и наблюдаем, каким образом оно будет внедрено в Европе, наверное, для того, чтобы учиться на ошибках чужих, а не на своих. Цель урегулирования действительно прежняя, с одной стороны, обеспечить плюориализм СМИ, об этом декларируются все на сегодняшний день законы, которые существуют в Европейском Союзе. Это обеспечение плюориализма, но прежде всего средств массовой информации. Развитие конкуренции между средствами массовой информации и сервисами, и это новое, того, чего ранее не было. Если ранее в конечном итоге была необходимость регулировать конкуренцию между различными СМИ, то сейчас между СМИ и сервисами. Сохранение культурного разнообразия, защита детей и пользователей, борьба с проявлением расовой и религиозной вражды, гарантия независимых национальных регуляторов в сфере средств массовой информации. Соответственно, единственным новым фактором здесь, как вы видите, является развитие конкуренции между СМИ и сервисами. Все остальное, как было, так и осталось, все декларации, они незыблемые, начиная еще с декларации прав человека, принятые совсем-совсем давно. Предпосылки для нового регулирования. Отсутствие дефицита частот. То, почему ранее регулирование было намного более жестким, в том числе регулировало не только средства массовой информации, но и технологию, одним из предпосылок для этого было ограниченный общенациональный ресурс, так называемый частотный ресурс. Я напомню, что закон, действующий до 2006 года о телевидении и радиовещании, у нас как раз и предусматривал выдачу лицензий на использование радиочастот или канала вещания, как это в старом законе звучало, именно для того, чтобы распределять ограниченный государственный ресурс. Сейчас этого дефицита нет. С точки зрения развития технологий и сервисов дефицита нет. Более того, как правило, все эти технологии и среда, как говорит Александр Иванович, являются частными, в отличие от того, как это было раньше, поскольку радиочастотный ресурс является государственным, и государство имеет полное право регулировать его. То, что касается частного ресурса и частной среды, право государства регулировать или распределять этот частный ресурс, вызывают у многих правоведов намного больше вопросов, чем есть ответов в законах. Меньше потребности регулирования. Это действительно так. В конечном итоге все понимают, что при том разнообразии, которое сейчас есть с точки зрения технологии доставки контента, и самое главное, при том разнообразии даже средств массовой информации, которая появилась за последнее время, все это регулировать просто невозможно. Ну, попытки есть, Куба, Китай, но, как правило, не такие успешные, как хотелось бы тем государствам, которые такое регулирование будут. И, соответственно, с одной стороны, это меньше потребностей, с другой стороны, и меньше возможностей. Положа руку на сердце, все западноевропейские страны признали, что есть предел возможностей регулирования. Все понимают, что для того, чтобы регулировать, например, все информационные ресурсы, даже средства массовой информации, которые распространяются среди интернет, необходим такой аппарат, который не может позволить себе даже развитое, экономически состоявшееся государство, тянущее на собой там всю еврозону. Я говорю о Германии. Специальное регулирование. Это обязательство по трансляции обязательного контента. Это максимум, на что в конечном итоге сподобились большинство из уже развитых европейских стран, которые прошли определенный этап, в том числе в регулировании в условиях роста новых медиа, так называемых. Какая ваша перспектива? Следующий слайд. Переход от лицензирования к регистрации. Это самое главное условие. В конечном итоге практически все из стран, Диана в своем докладе приводила примеры в табличке, практически всех из стран понимают, что регулирование как таковое должно основываться на других чуть-чуть принципах. Не на принципах «дозволять», «разрешать», а на принципах «контролировать». То есть знать информацию и контролировать, что происходит. Для этого, прежде всего, необходимо отказаться от такого жесткого понятия, как лицензия, то есть разрешение на вид деятельности, и перейти на систему регистрации или систему уведомлений, еще более мягкий способ получения информации. Дополнительно при этом государство, естественно, стимулирует и всячески заинтересовано в том, чтобы дополнительную ответственность разделялись с ним саморегулирующие организации, которые включают себя или объединяют на профессиональной основе участников рынка. Соответственно, саморегулирование и сорегулирование системы метод для контента и так далее. Это основные перспективы, которые есть во всем европейском законодательстве. Ну и в заключении могу сказать, что с учетом развития технологий и их конвергенции, регулирование, которое основано на технологическом отличии, пока что это практика, которая есть сейчас у нас, в нашей стране. Оно просто умирет. Оно умирает сейчас, поскольку сейчас оно создает на сегодняшний день конкурентное преимущество одним технологическим платформам в ущерб или за счет других технологических платформ. Такая ситуация долго продолжаться не может, и по мере в конечном итоге ужесточения такой разницы просто большинство из участников, ну как и бизнес, как и саморегулирующийся бизнес, он скорее всего перейдет или поменяет технологическое оснастство и перейдет в нерегулируемую отрасль. Так происходило во всех странах. Соответственно, это регулирование, оно уже умирает, и от того, насколько скоро регулятор поймет, что данные методы, они в конечном итоге уже подлежат изменению, не дожидаясь изменения закон, потому что переход или уменьшение, я бы так сказал, смягчение даже лицензирования, это все в руках даже действующего регулятора без изменения законов. Второе. Регулирование должно больше касаться деятельности по созданию и распространению информации, то есть средств массы информации, а не способов или методов, или технологий ее доставки, или доступа к ней. Это общая мировая тенденция. И в этом случае требования к тем, кто создает информацию, должны опять же основываться на том, чтобы защищать права других. Или пользователи, потребители этой информации, или государство. Государство имеет право на защиту своих интересов в том числе. Третье. Регулирование должно стать больше контрольной функцией. Именно в этом основной метод регулирования во всех странах. То есть контрольной, я бы сказал так, это не позволять разрешать, а больше на сегодняшний день регистрировать и мониторить. Вот две основные функции, которые присущи на сегодняшний день методом регулирования.